Всем огромный привет, дорогие мои любимые зрители! Да, мы приветствуем! Ну, по нашей уже теперешней, я думаю, постоянной традиции, мы будем записывать видео с Ярославой. И не подумайте, что мы сегодня будем говорить только о плохом. Нет, о плохом мы, конечно, немножечко поговорим, но это видео у нас будет посвящено пальто, которое производит Марка Делиони, которое принадлежит Ярославе. И она сама покажет дефиле. То есть сегодня вы увидите сколько? Пять, наверное, пальто. Пять, да? Это будет в конце ролика. И Ярослава прокомментирует, так что вы все услышите. Я уже смонтировала эту часть сегодняшнего видео. Но начать я, конечно же, не могу с каких-то вопросов. Ярослава, что у вас нового? Расскажи, пожалуйста. Мы записываем это видео в понедельник, 23-е, да, сегодня? 23-е марта. 23-е. Давай, расскажи. Марина, я отказываюсь с сегодняшнего дня, объявляю об этом тебе и всем смотреть на данные. На цифры. Можно на цифры, да. Потому что моя психика этого не выдержала. Я слишком окунулась во всю эту информацию. И, как ты знаешь, я даже на днях вчера, позавчера плохо себя почувствовала. Я думаю, что это психо... Соматика. Психосоматика. Да. Я отмеряла каждый час температуру. К счастью, температура не пошла выше 37,5. Поэтому я себе сказала, что я вошла в следующую стадию. Я теперь верю. Все поверили. Улицы у нас через месяц ровно абсолютно пусты. В смысле, через месяц после начала все это вообще... Да, вот ровно 22-23 число, когда мы об этом узнали, да. И я тебе потом зашлю в видео абсолютно пустой улицы. Наконец-то люди все поняли и поверили в это. Я поверила тоже. И мне даже стало плохо. Я сейчас из новостей хочу осветить такую новость, что врачи, силы врачей заканчиваются или закончились. Поэтому я лично думаю, смертность дошла до такого пика, потому что врачи не могут уже физически, морально, я думаю, все это переживать. 19 врачей погибших, какое-то ужасное количество цифра врачей на карантине, то есть они заражены. И страна... Теперь мне страшно. Теперь я всех испугаю. Теперь страшно мне, теперь страшно всем. Поэтому я вообще теперь даже боюсь идти за продуктами. Я продукты сегодня закажу онлайн. Я прочитала, что там большая очередь, но мы будем ждать онлайн. Я не хочу абсолютно рисковать, потому что, как писали под прошлым интервью, а вот у вас есть ли у вас знакомые, которые заразились, которые заболели, теперь у меня есть такие знакомые, к сожалению, но они все, к счастью, живы, здоровы, выздоровели. Нет, ну почему? А один ты говорила, испаду и еще до сих пор в реанимации. Да, но он человек жив еще, пока я... Да, да. Он жив, жив. Ты говоришь, жив и здоровы. Не очень здоровы, но живы, слово буду. Да, он жив. И двое выздоровеющих. Маленький ребенок девятимесячный и мужчина, его отец 30-летний. Поэтому теперь в стадии страха, дамы, не ругайтесь, это все совершенно чисто человеческие, нормальные чувства. Я думаю, страх обуял все Италии, и следующий этап какой будет, потом я вам расскажу. Ну, знаешь, вот я хочу сказать, что именно сегодня ты выложила в Инстаграм свой Инстаграм, я, кстати, Инстаграм Ярославы оставлю. Если кто-то попал на этот ролик впервые и не знаком с Ярославой, Ярослава живет в Италии, в Пьемонте, и у нее своя марка пальто, она выпускает пальто, которое раньше спокойно можно было заказать по интернету. Сейчас почты не работают. В России закрыли, кстати, тоже на получение из-за границы. То есть только по России можно сейчас сделать отправление. Но когда это все закончится, я думаю, что все будет хорошо с этим. Это было отступление, просто я представила еще раз, Ярослава, тебя, потому что люди заходят на такие видео. Ты знаешь, что видео первое интервью, я на него ссылочку оставлю. 43 тысячи просмотров уже, это для моего канала очень такой хороший показатель по просмотрам. Вот, так вот, Ярослава выложила в своем Инстаграм сегодня прибытие российских врачей, вирусологов военных. И прилетело, я удивилась, 9 самолетов, 9 самолетов, то есть это сколько, я думаю, и маски привезли, и все. И уже я в комментариях у нас встретила комментарии, типа, вот, типа, нам, у нас у самих масок нет того, нет всего, нет. Нет, я с вами, дорогие друзья, не полностью согласна, почему, я, конечно, тоже там возмущена, что у нас нет масок, но я считаю, что такой очаг, который возник в Италии. Можно я тебя сразу установлю, можно тебя сразу установлю? Это маски для врачей, поэтому не надо ни обижаться, ни злиться. Это не просто маски, которые раздадут нам, которые мы должны сидеть дома. Эти маски предназначены для медперсонала, который сутками в этих больницах, я не могу говорить. А я считаю, что как раз наши большие молодцы, потому что нужно задушить эту гидру, эту заразу на корню, там, где сейчас находится очаг. Потому что, ну, вот, китайцы сами справились, да, а у Италии не получается. И что теперь, всем закрыться странам и сидеть, да, пусть они там вообще там сгорят в аду, да, а мы тут у себя закроемся. Я считаю, что это общемировая проблема, это всего мира касается. Никто сейчас не может не уберечься, ничего вообще. Поэтому я считаю, что наши большие молодцы. Хотя меня на видео смутило то, что они прибыли без масок некоторые. И будем здороваться. И так, типа, задумались, а потом раз, и давай здороваться. Нормально вообще? Ну, и я написала там, потому что это уже обсуждается в аккаунте. Ну, смотри, китайцы, они прям сошли с самолетом в масках. Да. И ни у кого не встал вопрос, как здороваться с ними, никак. А русские сошли без масок, и итальянцы, потому что это такой народ, как бы очень, как назвать, народ вежливый. А сразу же итальянская страна сделала жест снять тоже с лица. Это я поняла, это чисто, чисто просто человеческий, как бы он даже подумал. Ну, это как-то было, я не знаю, ну, я считаю, они должны были в масках приехать. Анти-санитар, ну, вот как-то они. Знаешь, это когда на каждом углу кричат, маски, да, они помогают, они здоровы, они не помогают. А кто, елки-палки, знает, ты сегодня здоровый, вчера-завтра больной. То есть, я считаю, все должны надеть маски. В Китае все надели маски. Мы прилетели, прилетели сказать, что вот так, правильно, сила, мы ничего не боимся. Но априори всего этого спасибо огромное, потому что это вы, Россия, это вы все вместе прислали эти самолеты. И это, даже не могу говорить, сейчас буду плакать. Говори ты, Мария. В то время, как, в то время, как интервью у тебя, я тебя понимаю, потому что ты находишься в эпицентре, в очаге. И, дорогие друзья, кстати, когда вы будете смотреть пальто, не судите строго. Где-то как-то все-таки, несмотря на то, что Ярослава и очень красиво была одета, и очень старалась снимать это видео. И, кстати, это видео снимала ее 10-летняя дочка, которой мы должны сказать спасибо огромное, да, Диана? Вот, и передать ей огромный привет и благодарность за этот ролик. Вот, молодец она. Так вот, не судите строго. Видно, что Ярослава, конечно, хоть и старается, но трудно ей это все дается. И вот, модель профессиональная. Да. Ну, на тебе все прекрасно сидит все равно, и обязательно мы запишем видео о трендах, потому что как раз вот это все началось, когда уже, ну, практически заканчивалась неделя моды, да, только у Армани, по-моему, прошло... Зал был пустой, дефиле, а у остальных успело как бы пройти? Успело, успело. Успело. Но все равно тенденции моды свои выявить успело с 21-го числа по 26-го февраля. И мы о них поговорим, я... Поговорим, обязательно подготовим. Сейчас вот как-то нужно психологически тоже вот все это, чтобы хотя бы хоть как-то пройти пик эпидемии, хотя бы чтобы в Италии вот уже то, что, допустим, там вчера было 650, а не 793, вроде бы как... Ну, это даже не поворачивается язык сказать, что, типа, здорово, да, но все-таки какой-то лучик надежды. Ну, это результат, как-то результат для... Лучик надежды, да. Вот, и я хочу сказать, что, конечно, итальянцы должны были намного раньше взяться за вот это все, но кто мог подумать, что такое может случиться в 21-м веке, когда, казалось, вся жизнь настолько отлаженная, вообще ни шага вправо, ни шага влево, все классно, все круто. С 45-го года не переживала ни одной такой большой катаклизм, не коснулась Италию. Они не готовы были ни морально, ни физически людей, которые пережили войну. У них уже поколения-то это практически не осталось, вот этого поколения. Белла Вита, поколение Белла Вита, у них был бум в 80-е и 90-е годы, Бенессеры, Белла Вита и все, что с этим... Белла Вита, я так рискну перевести, красивая жизнь. Красивая жизнь, да, они все подтянули, так сказать, средний класс, чувствовали себя хорошо, все люди могли ездить по миру, одеваться, обываться, и тут вдруг им какую-то заразу подкинули, которая для них... Вот даже пример, что ровно месяц, да, понадобился, чтобы посадить людей дома. Это же просто... Ситуация, которая есть, это просто нонсенс какой-то. Но теперь мы будем гордиться, так сказать, приматам, что мы первые на нашем примере, все должны учиться сидеть дома. Да, многие страны взяли на вооружение итальянские ошибки и начали раньше работать над этим, раньше закрывать все. В общем, Ярослава, спасибо тебе огромное. Я думаю, что итальянская мода все равно останется жива, она возродится, точно будет... Я сегодняшнего дня только буду думать о пальто, только говорить о пальто. Буду маленькие ролики снимать про... Расскажу немножко про ткани, про так, как за ними ухаживать. Я больше... Просто я поняла, что мой, так сказать, я думала сильный характер, мой мозг не выдержал напряжения такого. Поэтому я вожу в стадию отстранения, так сказать, просто лично для меня. И, конечно, у меня все мои родственники сразу испугались. Знаешь, если у тебя поднимается температура, сразу это всех бросает, ну, сама понимаешь, шок. Так что, вива Италия, вива пальто, вива мода итальяна. Ну, все, дорогие друзья, увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. Пока-пока. А теперь смотрите долгожданное дефиле итальянских пальто. Тренды уже 20-го и даже 21-го года. Потому что рукава, которую ты там показала, как это, рукава священника, пастора, кого? Епископа. Епископа. Рукава епископа. Вот. Так что внимательно смотрите, какие пальто мы будем носить в следующем году. Я надеюсь, что мы сможем их выгуливать не только дома, но и на улице. Все, Ярослава, спасибо тебе большое. До следующего ролика. Пока-пока. С любовью. Целую. Пока. Дамы, приветствую. После моего интервью мне позвонила Марина и сказала, ну что же, мы расстроили всех. Давай что-то придумывай. И что же, раз мне дана такая роскошная возможность вас, так сказать, повеселить и поднять вам настроение, то сегодня я вам расскажу о пальто дизайнерских, о пальто любимых я бы их не назвала, потому что я люблю все пальто, все мои пальто, и о пальто интересных, о пальто интересных, на мой взгляд, естественно. Ну и затронем пальто оверсайз, которое мы все так любим. Кстати, одна изысканная дама написала, что мне не идут маячки. Попробуем. Сегодня. Вот так. Пальто Лаура. Это пальто очень давно путешествует по шоурумам и по выставкам. Это, опять же, дизайнерское пальто. На это пальто истрачено 5 метров шерсти с кашемиром. Для жизни, так сказать, нормальной, я бы его использовала на ковровой дорожке или на свадьбе зимой. В данном случае я, так сказать, немного их приземлила, его приземлила тяжелыми ботинками. Представляю вам еще одно пальто, которое является дизайнерским. Такие пальто мы шьем для показов в Милане или в шоурумах. И они, конечно, намного отличаются от пальто из нашей каждодневной жизни. Но вот такую красоту мы к этой весне создавали, чтобы отправить ее в Париж. Увы. Так что смотрите и оценивайте. Коллекция этого года должна была собой соединить, в себе соединить такой тяжелый оверсайз и женственность обернулась. Дамы, которые следите за нашим творчеством, наверное, заметили, что каждый год таким центровым пальто в коллекции всегда было красным пальто. А нет, не всегда было и слоновой кости. Ну, так вот, в этом году цвет темная фуксия, я бы так его назвала. И полет фантазии, конечно, дизайнеру нужно останавливать. Потому что пальто дизайнерские не может оценить, нет, оценить может большая аудитория, но купить, естественно, нет. Вот оно, подпись этого года. Это очень спорное, потому что к такому женственному, с такими крылышками, странному рукаву прибавлена вот такая спортивная полоска. Но фантазию надо заканчивать. Сейчас мы вернемся к нашим любимым оверсайз. Оверсайз это не потому, что вы должны купить или вы купили пальто больше на размер. Оверсайз все равно имеет свой размер. В данном случае на мне размер L, потому что я что-то такое между M и L ношу размер. Так вот, в данном случае на мне замечательная L. Я, в данном случае, одела 100 граммовую или 100 граммовую граммов пуха. Жилет пуховой, 100 граммов. Это коллекция следующего года. Рукав епископа. Историю рукава, наверное, вы все знаете. Это пришло из мужской одежды. Вот этот рукав в следующем году будет очень в моде. Так что встречайте пальто в сезон осень-зима, 20-21 год. О нашем овере доменика сказано уже очень много. Овер доменика был отшит, оверсайз, во всех, по-моему, тканях, всех расцветок. Вот на данный момент оверсайз доменика у нас черного цвета. С вами попрощаться. Очень надеюсь, что сумела вас развлечь. Огромного всем здоровья. До свидания, дамы.